добрый вечер мои старые подписчики добрый вечер мои новые подписчики всех очень рада приветствовать в этот прекрасный летний вечер правда у нас гроза собирается но все равно это прекрасно потому что это лето наконец-то пришло тепло и у нас сегодня женская аудитория привет украина здравствуйте здравствуйте конечно же у нас сегодня женская аудитория потому что тема лицо состояние лица конечно же нас это волнует очень-очень-очень наверное чуть ли не в первую очередь наш нас волнует наше лицо поэтому сегодня советую всем пробыть до конца нашего эфира потому что половину эфира веду я а половину эфира я приглашу нашу гостью ого добрый вечер из сан-франциско супер вот у нас будет сегодня с вами интересная гостья настя настя она эксперт по естественному омоложению лица мне очень нравится вот это корреляция то что я занимаюсь естественным питанием и естественным оздоровлением ну смысле натуропатии настя занимается а естественным омоложением лица то есть омоложением без применения каких-либо искусственных методов и приемов так что начнем пожалуй сейчас мою часть эфира и вы прекрасно помните эти два поста с помощью которых я анонсировал сегодняшний эфир первый пост был покажи мне свое лицо и я скажу какой у тебя кишечник и второй пост был про папилломы что через три недели у меня отвалились все папилломы шеи и это на самом деле не сказка это не выдумка это все реально и сегодня я хочу рассказать свою историю своего лица и своих папиллом и рассказать то есть просветить вас все таки что нужно делать чтобы приводить в порядок свое лицо свою шею именно с помощью естественных методов и так я не случайно сказала покажи мне свое лицо и я скажу какой у тебя кишечник грязный кишечник и нехорошее лицо ну по качеству кожи до по состоянию кожи это вещи напрямую взаимосвязаны и и я хочу вам это доказать но во первых что такое грязный кишечник давайте все-таки еще раз да хотя у меня аудитория в принципе моя вся уже такая моя моя и все уже прекрасно все знают про грязный кишечник но и вдруг есть новенький да кто-то не понимает какая взаимосвязь поэтому давайте немножко пару слов про грязный кишечник значит грязный кишечник это кишечник хозяин которого питается не по не по законам и не по правилам естественного питания грязный кишечник это кишечник которому не дают возможности опорожняться регулярно, которому позволяют быть в состоянии запоров, даже многодневных. Рада видеть вас вживую. Да, я пока ещё живая. Супер. И грязный кишечник – это который никогда не проходит генеральную уборку, ну, по типу того, что мы делаем иногда в своих квартирах. Так вот, такой кишечник становится очень грязным, он забит каловыми массами, он забит гниющими отходами недопереваренного животного белка, он забит слизью, гноем и бродящей массой, которая бродит, да, и даёт нам метеоризм, вздутие и так далее. Поэтому грязный кишечник является такой, ну, своеобразной помойкой. И вот теперь, внимание, мы приближаемся к вот этой сути взаимосвязи. Кишечник окружён очень большим, очень большим количеством лимфоузлов. Что такое лимфа, я думаю, все прекрасно знают. Это канализация нашего организма, канализационная система. По сути, лимфа должна выводить через кишечник стоки, отходы, грязь, через его тоненькие стеночки. Но, если ваш кишечник грязный, изнутри он забит, его стеночки залеплены тем, чем я вот озвучила выше, да, то у лимфы нет возможности выводить стоки грязные через кишечник. Вы понимаете, что происходит? То есть лимфа, вместо того, чтобы выполнять свои канализационные обязанности, она просто тупо стоит в организме, и она отравляет организм. Но организм хочет жить, и это естественное желание. Он не хочет умирать, он не хочет травиться собственными отходами. Поэтому, что он делает, организм? Что делает лимфа? Она начинает выводить стоки через другие места. Но если кишечник забит, она выводит через другие места. И одним из таких мест как раз и является кожа. А именно, кожа лица. Поэтому, если у вас грязный кишечник, у вас лимфа будет выводить через поры кожи всю эту грязь, которая будет в виде гнойников, в виде сальных пробок, вот этих черных точек. А также, быть либо слишком жирной, лоснящейся, да, либо слишком сухой. Цвет может меняться, цвет кожи тоже будет меняться, потому что лимфатические отходы – это есть токсины. Поэтому, никакая кожа не будет выглядеть блестящей, супер, шикарной, если она вся пропитана токсинами. Вот теперь вы понимаете, что взаимосвязь самая прямая. И сейчас я вам расскажу, какая у меня была кожа до того, как я начала заниматься своим кишечником. У меня была очень жирная кожа. Она постоянно блестела. Я даже шутила на эту тему, что с моей кожи можно снимать жир и жарить картошку. Настолько была жирная кожа. У меня было постоянное образование вот этих сальных пробок, комедонов, да, вот этих с чёрными точками. До 53-х лет, вы не поверите, да, обычно сальные пробки – это удел подростков, да, молодых. Мне до 53-х лет были сальные пробки. Что это было? Ну, это была попытка организма вывести вот эти стоки через поры кожи. И я вот их выдавливала перед зеркалом, вот эти вот все свои сальные пробки, чёрные точки. И это было, конечно, ну, ужасно. Это было ужасно. Вот. Как только я начала заниматься своим кишечником, то есть очищать его на регулярной основе, лицо выровнялось, ушли вот эти вот сальные пробки, перестали появляться прыщи, улучшился цвет лица. В общем, в целом впечатление от лица стало лучше. Конечно, я понимаю, что моё лицо не идеально. Я думаю, что вообще нет идеальных лиц. А может быть, есть, ну, кожи я имею в виду, да, но их очень мало. На самом деле мы все, в принципе, в разные периоды своей жизни, как правило, бываем недовольны тем или иным, той или иной частью своего лица. Вот мне вот сейчас, пожалуйста, в чате поставьте плюсики, кто полностью доволен своим лицом, и минус поставьте, кто недоволен своим лицом, или хотя бы, ну, в какой-то степени недоволен. Вот мне будет очень интересно посмотреть, сколько у нас довольных своими лицами, и сколько у нас недовольных. Посмотрите эту статистику. Пожалуйста, поставьте ваше отношение к своему лицу. Так, есть первый минус. О, но есть и плюс. Кто-то смеётся. Ну, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Так, пошли минусы, минусы. И плюсы, и минус. Ну да, опять минус. Ну всё, короче, я поняла. Собрались недовольные своими лицами. Я рада, что есть те, кто доволен, но недовольных больше. Вот, и теперь переходим ко второму анонсу, к посту про папилломы. Значит, давайте тогда уже логически размышляя, догадываться сами, что такое папилломы. Ну, все знают, что папилломы – это проявление вируса папиллома человек, да. Вирус живёт в какой среде? Опять же, в загрязнённой. Почему вот эти вот разрастания происходят, да, почему они лезут на кожу, вот особенно прям в области шеи, это вообще просто капец какой-то. Потому что, опять же, лимфа пытается вывести стоки, сточные воды через какое-то другое место, если грязный кишечник. У меня была шея в папилломах до того, как я начала заниматься кишечниками. Я даже их считала сначала, потом сбилась со счёта, потому что, ну, уже было очень неприятно. Почему папилломы появляются в старшем возрасте? Да просто потому, что уже к такому солидному возрасту кишечник загрязняется настолько, что пробить его стенки становится уже невозможным. То есть невозможно вывести через кишечник никакие отходы. Если у молодых ещё более-менее есть ресурсы, и их организм ещё справляется с выводом, то вот у моего возраста за 50 уже таких ресурсов очень мало. Поэтому вот такие проявления, как вот эти наросты на коже. Так вот, когда прошло 3 недели моего курса очищения организма по огонян, которое, как вы наверняка знаете, связано с очищением кишечника через условное голодание, через 3 недели я случайно обнаружила, я мылась в душе, вот так вот управила рукой по шее, и вдруг меня осенило, что, оказывается, у меня нет папиллом. Ну, вот это уже движение было привычным, когда я мылась, и у меня вот эти вот неприятные штучки были под руками, меня бесили жутко. И вдруг я мою шею и понимаю, что папиллом нет. Я думаю, вы представляете, какой восторг я испытала в тот момент. Я плясала в душе, я громко пела, у меня сердце чуть не выпрыгнуло от радости. Представляете, какое потрясающее действие очищения кишечника, и как это сразу, быстро сказывается и на лице, и на других частях тела, и я не говорю уже вообще, в общем, об организме. Значит, подвожу к чему? Снова подводим опять к моей любимой теме, к очищению организма через очищение кишечника. И опять моя любимая методика Аганян, очищение организма через условное голодание. Если кто-то давно вынашивал эту идею, затею, чтобы провести вот такой курс, но не решался самостоятельно, у вас сейчас есть прекрасная возможность, вступить в мой марафон, очень длительный, трехмесячный, мега-марафон, суперчистка, в котором мы будем очень тщательно в течение трех этапов готовиться к очищению, проводить очищение по Аганян, и правильно из него выходить. Я о нем проводила специальный эфир, поэтому сейчас заостряться не буду, но предупреждаю, что времени у вас есть очень ограничено, чтобы к нему присоединиться, потому что где-то примерно в середине июня марафон стартанет, и я закрою к нему доступ, то есть продаж больше не будет, поэтому осталось буквально там несколько дней для того, чтобы присоединиться и вступить в наши ряды. Девчонки, я забыла поставить перед собой часы. Кто-нибудь, напишите, сколько сейчас времени, потому что мне нужно засинхронизировать, когда мне пригласить нашу гостью. Кто-нибудь, напишите, сколько сейчас времени, чтобы я знала, сколько мне еще осталось говорить. Так, точно число сказать не можете. Ну, а, 16, 15, все, ага, хорошо, спасибо, девчонки, все, я поняла, у меня еще 15 минут. Значит, чем хорош этот мега-марафон, суперчистка? Прежде всего, это будет школа. Это будет очень такая глубокая школа, получив знания, в которой вы сможете проходить в дальнейшем вот эту практику очистительную самостоятельно. Потому что все материалы, а их будет очень много в этом курсе, все материалы, которые будут в личном кабинете у каждого вступившего в этот марафон, сохраняются навсегда. То есть доступ к материалам вот этого марафона будет бессрочный. Каждый, кто вступил в марафон, кто принял в нем участие, получает пожизненный доступ в свой личный кабинет, в котором он всегда сможет найти нужные материалы и готовясь к очередному курсу условного голодания, очищения организма по огоням, он всегда сможет найти все подробные инструкции. Чем будут оснащены личные кабинеты? Очень подробными, как я уже сказала, инструкциями и методичками и расписанным меню и схемами питания, инструктажем по клизмам, инструктажем по приему глины, инструктажу по тюбажу, а также будет перечень проблем, которые случаются на условном голодании с полным объяснением того, как решать эти проблемы, как из них выходить. Кроме того, будет... Девчонки, я пока сейчас эти вопросы не читаю, не отвечаю, потому что пока сейчас скажу сначала свою часть. Кроме того, каждую неделю мы с марафонцами будем проводить прямой эфир в Зуме. Я думаю, что вы знаете, что такой Зум – это большая вебинарная комната, где мы друг друга видим, где вы видите меня, я вижу вас, где мы сможем беседовать либо в формате голоса, либо в формате чата. Но я-то голосом, понятно, а входящие вопросы можно будет озвучивать либо голосом, либо в чате. Вот эти эфиры будут проводиться с полным разбором ваших ситуаций. То есть если у кого-то будут возникать какие-то проблемы, будет полный разбор этих проблем, причина проблемы, как её решать, что делать, чтобы избежать проблем сейчас и в будущем. И вот эти эфиры будут сохраняться в записи в личных кабинетах. То есть всегда можно будет пересмотреть любой эфир и оживить, да, реанимировать всё в своей памяти. И таким образом у вас получается полная библиотека очищения организма, пользуясь которой вы сможете в дальнейшем самостоятельно проводить такую очистительную практику для себя. Потому что я вот сегодня... Кстати, спасибо всем, кто уже вступил в марафон. Сегодня получила письмо от одной участницы марафона, которая сказала, что... Ну, она уже пробовала проводить очищение, но отнеслась к этому как к какой-то разовому мероприятию. Поэтому она откатилась назад. И вот с большими надеждами вошла в этот марафон, чтобы сделать эту очистительную практику постоянной в своей жизни, практиковать её всегда и ввести её как часть образа жизни. Это, собственно, то, к чему я хочу вас призвать. Вот. Значит, ссылка на марафон находится... Точнее, на страничку презентации марафона находится у меня в шапке профиля. Она будет там ещё несколько дней, пока не стартанёт марафон. Как только марафон стартанёт, ссылку я убираю, и всё, уже она будет больше недоступна. Вот. Поэтому сможете перейти по этой ссылке, ознакомиться с условиями марафона, с ценами и что-то, если будет непонятно, пишите в директ. Теперь я поотвечаю на ваши вопросики. И останется время у нас для нашей гости, как мы и договорились. Многие не советуют кушать на завтрак фрукты и каши. Ну, я знаю, что многие не советуют. А я кушаю фрукты, и мне очень хорошо. Каши я не кушаю на завтрак. А вы кушаете мясо? Или у вас только растительное питание? Нет. Я не отказалась от животного белка. В некотором количестве он у меня присутствует. Но это больше не мясо, а яйца и рыба. Как можно вступить в группу? Спасибо, мы не знали. Если вы имеете в виду марафон, то я уже сказала, да, по ссылочке в этом шапке. Так, что вы кушаете на завтрак? Я кушаю фрукты на завтрак. У меня фрукты на почетном месте, поэтому завтрак начинаю. Сегодня, например, я ела клубнику со сметаной и пила кофе с кунжутным молоком. Спасибо за книги. Очень рада, что понравилось. Так, как часто можно делать чистку по огонян? Первый год раз в квартал. В дальнейшем один-два раза в год по потребности, по необходимости. Еще раз повторю, что чем более отточным будет ваше питание, тем меньше необходимости у вас будет в очищении кишечника. Так, ну, я думаю, что я уже поотвечала и уже сказала свое. Сейчас я, наверное, приглашу... Так, приглашу Настю. Ожидаем Настю. Так, можно вместо лимона добавлять в отвар. Я уже... Настя, привет! Настя, привет! Добрый день! Ага. Сейчас, короче... А я рада видеть. Добрый день, подписчики! Меня хорошо слышно? Ладно, хорошо слышно, да. Хорошо слышно. Догвай. 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 Я немножко расскажу о себе. Меня зовут Анастасия. Мне 40 лет и я являюсь сертифицированным специалистом в области омоложения лица. И расскажу о своей истории, как я к этому пришла. В далеком 98-м году со мной произошла неприятная ситуация. Такая очень болезненная. То есть у меня случился паралич лицевого нерва, неврит, с правой стороны лица. Меня парализовало, экстренно положили меня в больницу. И врачи, спустя 3 месяца оперативного лечения, сказали, что мы не сможем вам помочь, и мы вас выписываем. И я уже своими путями нашла хорошего невролога, женщину, старенькую, заслуженный врач России. И она мне ее направила. Она мне сказала, Настя, занимайся уже самолечением, делай лечебные массажи, лечебную гимнастику, рефлексотерапию, иглоукалывание. Только так ты можешь себе помочь. Медицина в этом бессильна, по сути, традиционная. И вот с того момента я начала вплотную изучать свое лицо. Тогда мне было 18 лет. Я изучала анатомию. Мне пришлось столько материала перешерстить, не представляете. Я сидела в библиотеке. 18 лет девчонке, а я это все перелопачивала. И одно время у меня был такой комплекс, что у меня все перекошено. Я глаз не могла закрыть. Рот у меня был перекошен, пища вываливалась. Мама у меня просто посидела в то время. Конечно, ужас был. И вот спустя какое-то время, 7-8 лет, я постепенно начала восстанавливать свое лицо. Восстанавливать крепатуру, то есть этот перекос. Врачи, которые, не врачи, а скорее всего специалисты в области лечебной гимнастики, мне сказали, во-первых, Настя, тебе придется эту гимнастику по жизни сопровождать. Ну, в своих методиках, то есть по восстановлению лица, чтобы восстановить плавно крепатуру, искажения. И также, Настя, тебе нужно держать осознанную мимику. То есть делать мимику более плавной, гармоничной. Я когда поднимала брови, у меня бровь одна скакала. Когда я улыбалась в улыбке, у меня был настолько перекос. То есть здоровое лицо, сторона лица, она у меня улыбалась, вторая не могла улыбаться. Либо, наоборот, шел быстрее перекос. Лицо просто скакало, плясало на мне. Вот. Я научилась осознанной мимике. Практически мне говорят, что я разговариваю как диктор. Вот, без эмоций. Но такой, конечно, маски нет. Я улыбаюсь, и все смотрится гармонично. Это уже в силу опыта и гимнастики. Вот. Я изучила весь этот материал. Начала прорабатывать. Ну, смотреть вообще по практике, как это работает по старению лица. Помогла мне также литература. И я начала применять на себе. Применять на себе и также советовать своим близким. Вот. Какие-то делать манипуляции массажные. Какие-то делать фейс-фитнес элементы. Вот. И это вот было, был 98-й год, когда со мной это и произошло. Прошло какое-то время, эта область начала набирать популярность в интернете. А я в это время уже все знала практически. Я знала про баночный массаж, про фейс-фитнес. Но я занималась своей карьерой. И вот постепенно-постепенно я пришла к тому, что я могу дать свой опыт массы. Потому что я настолько знаю всю эту глубину. И я прошла через себя. Я это все испытала. Я могу искренне посоветовать всем, кому что подойдет. У меня уже просто профессионально наработан взгляд на женщину. Я вижу, что ей подойдет, что не подойдет, как она стареет, в каком состоянии ее лицо. Я могу грамотно ей преподнести методику, чтобы она себе не навредила. Ну а сейчас я хотела бы сказать вам немножко о глазах. Маленький кусочек взять этого материала про глаза. Как они настореют. Как зависит молодость глаз, от чего. И какие методики можно применять. Во-первых, глаза. Они у нас зависят, конечно, от генетики. Многие спрашивают. У меня навесы. Женщина 35 лет. У меня появились навесы. Я спрашиваю, в детстве у вас был такой же разрез глаз? Да. Соответственно, мы можем улучшить, сделать профилактические какие-то меры. Но расширить глаз, сделать вот это вот веко более лысым, поднятым мы не сможем. Потому что это структура. Это генетика. Увы, такая бы родилась. Второе, это, конечно, расовая принадлежность. Если сравнивать, допустим, азиатов, европейцев, тех же, допустим, армян. У всех структура глаз разная. У кого-то глаза большие, у кого-то узкие, маленькие. У всех всё разное, индивидуальное. От чего зависит молодость глаз? Вот применимо для женщин. Это, конечно, полноценный сон. Мы должны высыпаться. Второе, это питание. То, что мы едим, то, что мы пьём, мы так и выглядим. Всё это происходит не только на коже, но на всех структурах. На всех структурах то, что у нас находится в организме, переходит на внешнюю область. Далее, это фотостарение. Это ультрафиолет. Мы должны не только наносить крем на нашу кожу. Мы должны носить сон за защитные очки. Почему? Во-первых, не только портится зрение, а также ведёт к тому, что получается преждевременная катаракта. Глаукома. Это, конечно, возрастные различные изменения. Но сейчас вот эти болезни, они выросли в возрастном континенте. И поэтому мы должны даже с детства своих маленьких деток приучать носить солнцезащитные очки. Далее. Это, конечно, массажные различные практики. Это элементы лечебной гимнастики и уходовые процедуры. Сейчас я вам расскажу местно, как у нас стареют глаза. Глаза у нас стареют, во-первых, если в молодом возрасте у нас активная мимика, мы постоянно улыбаемся. У нас круговая мышца глаза, она сфазмируется. Она сужается, как фотоаппарат. И здесь у нас находится место крепления, которое начинает застареть. С места крепления у нас стареют мышцы. И поэтому у нас глаза начинают западать в переносице. К тому же у нас стареет костный компонент. Это лицевые кости черепа. Они у нас разрушаются, они у нас смещаются. Глазное пространство у нас деформируется, оно расширяется. Далее, у нас происходит старение мышечных волокон и фасции. То есть они у нас атрофируются, они находятся либо в гипотонусе, либо в гипертонусе. Поэтому мы должны также применять какие-то методики для их нормотонуса, для их восстановления. Также наше глазное яблоко, наши глазки окружают жировой компонент, который также с возрастом меняет свою структуру, он истончается. Лицо становится более худощавым, и также в связи с гравитацией наши жировые пакеты смещаются вниз. Все тянется к земле. Ну и кожа. Кожа, конечно, такой элемент. Она проявляет внешне все наши деформации, недостатки, обтягивает нас как чулок. И все это, все изменения внутренние, все это старение видно уже визуально. Поэтому что мы с вами должны делать? Во-первых, как я уже сказала, высыпаться, питаться, носить солнцезащитные очки. Далее переходим мы к методикам. Это, конечно, массаж. Массаж очень разнообразен. Я покажу некоторые элементы. Это лечебная гимнастика. Лечебная гимнастика настолько простая для глаз. Вы даже ее знаете. Сейчас вам покажу, кстати, упомяну, почему лечебная гимнастика. Потому как наши глазные яблоки, они у нас стянуты, поддерживаются глазодвигательными мышцами, с помощью которых мы можем двигать глазами. И они у нас с возрастом также терпят изменения. Они у нас сужаются, они у нас спазмируются. В связи с этим наши глазки западают вовнутрь. А черепные изменения, вот эти наши черепные пространства, где у нас находятся глазки, они у нас раскрываются. И эти вот глазодвигательные мышцы глазки подтягивают вовнутрь. И наши глазки западают. Мышца круговая спазмируется. Глазки запавшие маленькие. И сюда они сужены. Вот. Получаются маленькие, близко расположенные глазки. Вот. Ну и в совокупности еще морщинки, гусиные лапки добавляют красоты в кавычках. Поэтому, когда вы почувствовали какую-то усталость, резь в глазах, сделайте элементарную гимнастику. Вы посмотрите наверх, вниз, влево, вправо. Вы знаете эту гимнастику. Вдаль, вблизь. Можете сделать восьмерку глазами. Закрыли глазки. Прижали пальчиками глазные яблоки. Поддержали недолго. Отпустили. И такие манипуляции, когда ваши глазки устают, и вы чувствуете усталость, вот такое напряжение. Эта методика вам даст отдых глазам. Если же вы терпите вот эту вот усталость, напряжение глаз, у вас возникают такие недостатки, как провалы под глазами, начинает запячиваться грыжа в мешочке. Мешочки у нас не только зависят от отечности. Конечно, нужно соблюдать и питьевой режим. И на ночь много водички не пить, дабы не отекать. Но также от усталости глаз влияет наша красота. Поэтому вот эта элементарная гимнастика, она поможет вам сохранить эстетику. Сохранить зрение и сохранить моложавость ваших глазодвигательных мышц. Далее, какие мы можем делать методики? Это, конечно, массаж. Как я уже сказала, наша круговая мышца глаза, она стареет с ее основания. Основание у нас находится в круговой мышце, с креплением здесь. То есть мы должны прижаться пальчиками к внутреннему глазу и хорошо надавливающими движениями массировать. Массируем чуть меньше минуты. Затем делаем следующее движение. Мы в этом же уголке внутреннего глаза начинаем эту мышцу в разные стороны растягивать. Стороны и вверх, стороны и вверх. Хорошо продавливая. Вы стараетесь хорошо прижаться пальчиками. Тем самым у вас эта спазмированная мышца круговая, которая здесь собирается вся внутри глаза, она у вас расслабится, она у вас распрямится. И тем самым у вас начнут распрямляться и ваши гусиные лапки. Следующая методика, это, конечно, работает на область гусиных лапок тем же способом. То есть мы также берем с уголка внутреннего глаза, близко к коже, прикрепляемся и начинаем растягивать. На сухую, осторожно на сухую растягиваем по всей нашей круговой мышце глаза, ткани. Не только верхний слой кожи, но мы стараемся хорошо прильнуть и растянуть все наши деформации. Вот таким способом делается это на сухую. Что я еще могу сказать насчет глаз? Конечно, нам нужен какой-то уход для глаз полноценный. Какой? Мы пользуемся однотипным. Это крема. Но я предлагаю использовать. Это такие обычные... Можно делать фитотерапии при мочке, заваривать травки. Можно делать маски, наносить, допустим, алоэ, листочки алоэ. Обязательно ваша область глаз, она должна быть пропитанной, увлажненной. Ноги нам нанесли, по сути, и забыли. Но вы должны также делать компрессики. Компрессики из трав, либо какие-то маски гелевые. Дальше занятия по фейс-фитнесу для глаз. Хотела вам показать. У нас со временем, как уже говорила, и за счет напряжения глазодвигательных мышц, у нас образуются провалы под глазами. Что для этого необходимо делать? Зарядка для глаз. Поднятие нижних век для тонизирования. Мы с вами смотрим наверх, прислонили пальчики к уголкам глаза, чтобы не образовывались морщинки. И начинаем сужать, прищуриваться нижним веком. Если у вас образуются здесь морщинки, можете сделать фиксацию пальчиками внутреннего глаза и внешнего уголка глаза. И начинаем сужиться. Десять раз так делаем. Старайтесь сужиться нижним веком, медленно, не торопясь. Делаем вот такую манипуляцию. Далее. Многие просят сделать взгляд открытым, чтобы он всегда был юношеским, таким открытым, глаза горящие. Как мы это делаем? Мы ставим с вами пальчики на область глаз. И начинаем расширять глаза и пристально смотреть. И держим так на десять раз. Держим на десять раз и убираем наши ручки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Останка взгляда готова. Если вы будете делать так периодически, у вас всегда будут глаза восторженно смотреть. Глаза будут открыты. Попробуйте так делать. Еще многие ко мне обращаются с тем, что у них начинает выражаться скуловая связка. У нас есть носослезная борозда и скуловая связка. Скуловая связка пересекает, образуется грыжевой мешочек, пакетик. И получается такая неровная область. Что для этого делать? Многие, конечно, не обращают на это, это уже такие вот детали. Но я советую применять такую методику. Методику щипка. Конечно, это относится более к массажу. Смотрите. Вы берете вот это вот место под глазом на уровне срачка. Вот это вот место. Если вы придавите, вы здесь почувствуете палую область. Такую вот немножечко. Вот здесь как раз находится пересечение скуловой связки на слезной борозде. Вы берете эту область в щипок и начинаете хорошо прощупывать. Вы снимаете вот этот спазм. Сжаете эту сплейку. Прощупываете хорошо. С одной стороны. С другой. И с этой же стороны. Можете делать обеими руками. Тем самым у вас выравнивается вся эта зона. У вас весь этот застой начинает спадать автоматически. Если вы это будете делать регулярно. Утром проснулись, сделали. И тем самым у вас улучшится весь лимфоток. Лимфоток улучшится движение межклеточной жидкости. Вот. Что я еще хотела сказать. У меня время есть. Хотела спросить, что вас интересует по глазам. Я бы вам хотела порекомендовать что-то индивидуальное. Вот, к сожалению, каждому не могу ответить. Но хотелось бы увидеть вопросы, что вас интересует по глазам. Некоторые спрашивают, что, допустим, можно сделать при помощи натуральных методик. Это, допустим, уменьшить разрез глаз. Или как-то их увеличить. Или поднять в верхние веки. Вот я хотела бы узнать у вас, у подписчиков, что вас интересует по глазам. Я вот не вижу вопросы. Настя, тогда я вопросы задам. Можно? Да, вопросы не вижу. Настя, у меня вопрос. Вот эти, так сказать, мешки под глазами. Я понимаю, что это лимфатический застой. Были примеры, когда удавалось избавиться от этих застоев именно с помощью какой-то манипуляции с лицом, руками? Да-да-да. Есть такие способы. Это называется антраоральный массаж. Во-первых, я вам назвала способ. Это, конечно, очутковый массаж. Это контроль питьевого режима воды. То есть вы должны соблюдать под контроль питьевого режима воды, чтобы не отсекать. Делать гимнастику для глаз. И антраоральный массаж. Вы наносите на часть, вот эту часть лица маслицы на влажную кожу. И изнутри рта начинаете массировать вот таким способом. Хорошо продавливая эту кожу, это место, уводя боковую сторону часть лица и движение по лимфотоку, подмышечную область. Это, конечно, практику нужно показывать детально. Вот такой вот способ. Но самое главное, вы должны соблюдать те рекомендации, которые я назвала выше. Вообще, я девушкам всем советую сразу не применять какие-то глубокие практики. Вы сначала должны познакомиться со своим лицом. Изучите базовые какие-то элементы. Изучите область фейс-фитнеса, элементарные зарядки, элементарный ощупковый массаж, постукивание. И вы тем самым увидите реакцию обратно своего лица, как оно живёт. И вы уже будете знать, как с ним работать. Поэтому, девушки, я вас приглашаю на свой марафон. Это 14 упражнений. Это будет ваш комплекс утренний, дневной для ухода за собой. Комплекс красоты и омоложения. Это базовый уровень, на котором вы увидите базовые упражнения, в том числе для глаз. Там собраны все методики, в том числе и ложечный массаж, и интраоральный массаж. Вы это всё увидите. Там будут простейшие упражнения, которые применимы для любого возраста и для любого типа старения лица, для любого состояния лица. Вот всех вас приглашаю. Регистрируйтесь, и будет полная вам обратная связь от меня. И консультация. Спасибо большое. Кто-то умный очень в чате пишет, чтобы контролировать отёки, надо сделать УЗИ-почек. Поверьте, УЗИ-почек я делала, у меня всё в порядке. Это немножко другая область, но я думаю, что это уже не сегодняшний эфир. Об этом ещё будем говорить в других наших встречах. Я думаю, что наши встречи последние, скорее всего, да, Настя? Да, мы можем разобрать вообще все части лица. Да, потому что я... Политально. Я вам расскажу и про шею, и про кисти рук, что у нас три типа старения имеет, три структуры. И как всё это взаимосвязано. Всё очень интересно, индивидуально. Всё, отлично, будем объединяться. И как можно себя анализировать? Супер, отлично. Я думаю, что сегодня твои подписчики познакомились со мной и подпишутся на меня, потому что, может быть, что-то показалось интересным. Мои подписчики наверняка подпишутся на тебя, потому что ты даешь супер информацию. Вообще очень здорово. Классно, мне всё понравилось. Благодарю, Майя. Надеюсь, я рассказала всё доходчиво. Мне всё очень понятно. Я думаю, что Майя тоже, потому что аудитория, в принципе, у нас умная. Мне очень нравится наша аудитория. Всем спасибо огромное за участие. Спасибо. Да, всем спасибо. Ещё будут эфиры. Всё, до свидания. Всего доброго.